Мы с вами повозились немножко с жирами. То, что все настоящие жиры, это результат взаимодействия спирта, глицерова и карбоновых кислот, это мы написали. Ну, вообще-то для таких веществ химиорганики есть своя норма. Запоминать не обязательно, потому что тем, кто интересуется химией, вы лишь пригодится. При взаимодействии спиртом с кислотами, любыми кислотами, не обязательно органическими, получаются вещества, которые называются эфиры. То есть классический жир, это в частном случае эфира. А теперь, кроме самих классических жиров, при глицерова, есть целая большая группа жироподобных веществ, которые называются липидами. Липиды. И с химической точки зрения, эти вещества могут быть совершенно разными. Объединяет их только одно способство. Все липиды гидрофобы. Нерастворимы в воде, водой не вступают в химические реакции, не значиваются липидные материалы и так далее. Мы с вами всерьез и толково посмотрим только одну группу липидов, но для жизни она имеет определяющее значение. Помните структурную формулу хосфорной кислоты? Да, я даю сам это, да? А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А. В серединке этот хосфор, и к нему подсоединено 3H-группы и двойное светлое кислоты. Помните, да? Это кислота? Да. Кислота. А знаете, со спиртом может вступить реакцию? Да. Да, и получится эффект. Так вот, если мы берем глюцерол, вот он, и начинаем получение обычного жира. Вот такого, классического жира. Так. Мы отсоединили обычную жирную кислоту. То есть вот эти длинные хвосты, длиннейшие артекала. Ни одной группы OH здесь нет, и вещь-то у нас пока совершенно гидро. А вот в третьей позиции вот соединим не жирную кислоту, а хосфорную. Смотрите, как это выглядит. Вот она, хосфорная кислота. Но мы догадаемся, что произойдет вот в этом месте. Выделение воды. Выделение воды. Вода ушла. Остатка хосфорной кислоты через кислород, оказался пришит к этому углероду. Это понятно? Понятно. А у хосфорной кислоты две ваших группы остались? Вот эти две ваших группы остались? Можно ли сказать, что вся молекула гидрофонная? Не, нельзя. Это совершенно фантастическое вещество. Вот с этого конца, со стороны хосфорной кислоты, эта молекула отлично взаимодействует с водой. Две сильные полярные свежи, сюда вода отлично присоединяется. А вся остальная часть молекулы? Нет. А вся остальная часть молекулы гидрофонная. Такие вещества, достаточно редкий случай, ну, во-первых, это возможно только для очень здоровых молекул. Вот у них один кусок гидрофонный, а продолжение молекулы гидрофонная. Такие вещества, вот, называются амфифильные. Ам-фи-фильное вещество. Вот все эти филюбиды амфифильные. Для того, чтобы не рисовать каждый раз такого монстра, обычно их обозначили намного проще. Такую небольшую условную схему. Остаток глицирового, там, где он стоял, называют на научном жаргоне «голова морекулы». А вот эти два длинных радикала, которые торчатся с головой, называют «хвосты». В результате, вот он, значок «хвосты любви». «Голова» и два хвоста. При этом, голова гидрофильная или гидрофильная? Гидрофильная. Голова. Гидрофильная. Здесь кто у нас стоит в косву лепейне? Гидрофильная. Это косву лепейне. Косву лепейне. Остаток консульной кислоты, водная консульная кислота. Через эту вашу группу она присоединялась. А вот эти две ваших группы остаются? Остаются они здесь стоят? Стоят. В результате голова гидрофильная или гидрофильная? Конечно, гидрофильная. Здесь две ваших группы стоят. То есть голова нормально притягивается к воде. А хвосты гидрофильные или гидрофильные? А хвосты гидрофильные отталкиваются от воды. Вот это записать для себя обязательно. Голова у молекулы косву лепейна гидрофильная, а хвосты гидрофильные. Гидрофильная, это значит, взаимодействует с водой. В этом месте две полярные группировки и водные диполи сюда хорошо притягиваются. Гидрофильная, значит, нет на этих частых полярных сведений. Если молекулы воды сюда грезут, дальше она что-то делает? Вот летит молекулу воды, удалилась в воду. Дальше что она сделает? Остановиться она не может. Молекулы не имеют права, остановиться у них температурное движение. Что? Зарвет. Ну, если вы нагрели воду до температуры, там я сюда градусов 600, да? Энергия у молекул очень высокая, тогда, глядишь, порвать можно. А при нормальных температурах не такая высокая энергия. Не порвет она ковалентную свежую. Ковалентную свежую. Оттолкнется? Оттолкнется. Ну, то есть она так прилетела, ударилась, скрещилась. А на этот момент она толкнула. Да. Да, она толкнула. С этой стороны может молекулу вот так прилететь и удариться скачать? Да. С этой стороны прилетела, ударилась. Со всех сторон, кроме головы, наша голова не будет притягиваться. Это понятно? Молекул, которая прилетела сюда, никого не бьет. Она вообще тихо сидит. Почему? Она просто притянулась в этом месте. А вот теперь давайте подумаем. А какое положение фосфолипид, вот вы капнули фосфолипид на поверхность воды? Ну, как и всякие жиры, фосфолипиды лепчат воды. Так что у них стулья на поверхности. Ну, и какое положение молекулы фосфолипида займут на поверхности воды? В зоне раздела фарша. Внизу вода, вверху воздух. Так, первое. Посмотрим. Угревышное дело. Допустим, ну, если воды просто влепит, плотность ниже, значит, вроде как должен плавать на поверхности. Допустим, плавает просто как бревно. Вот, молекулу фосфолипид, и она вот так плавает. Не будет у нее так плаваться. Голова хорошо притянулась к воде, все нормально. А хвосты могут притянуть к воде? Не, не могут. А это же значит, с этой стороны молекулу бандит и бихает в молекулярное движение. Ее толкает в железе, с этой стороны. Что сделает молекулу? Перевернется. Перевернется. Опа, перевернулся. Развернул ее, если нет. Перегибнул. Что теперь прижарит? А ее пихает теперь с этой стороны. Понятно, как молекулу будут себя вести. Голова-то у нее всегда к воде притянута, а хвосты все время вот так листают. Как только кашаются воды, все время оттопят. А она не может у нее голова стать так, просто надо было писать. Во, во. Одна там не встанет. Но если их много, вы понимаете, что капнуть на поверхность воды одну молекулу нельзя. Я же этого тысячу молекулу капнули, да? Что окажется? Окажется, что вся эта тысяча очень быстренько выстроится, как солдат на хвосту. Ровно, рядом. Все окажутся сориентированы одним единственным образом. Все дружно встали на голову, а хвосты куда выстрелили? Вверх. Вверх. Вот в таком положении. Вот так выстроившийся молекул. Кто-нибудь дыхает или никто не дыхает? Вверх. Нет. Всем хорошо. Голову притянута к воде, хвосты торчат на воздух. Все стороны не заметны. Что? С нашей точки зрения это не заметно, что они так скажут. И все как заметно. Все, давайте мы подумаем вот о чем. А что будет, если одна из молекул не успела? Если она оказалась вот здесь. Второй скорой. Ее вот отсюда бьет. Снизу ее вода бьет. И сверху. Бьет. Сверху нет, сверху моего хвост влепит. Все будет. Она растолкает соседей. Всего этих ударов окажется достаточно, чтобы вот эти хвосты вот так обракидываясь, растолкали соседей. И молекул встал, он занял такой же положительный. В результате, какая толщина фосфоликидной пленки на поверхности воды? Чему всегда равна толщина фосфоликидной пленки на поверхности воды? Какой же молекул? Одному молекулярному слову. Такие пленки называются мономолекулярные. Итак, на поверхности воды фосфолипиды образуют ориентированные мономолекулярные пленки. На поверхности воды фосфолипиды образуют ориентированные мономолекулярные пленки. Как они ориентированы? Как такой пленочек с ориентированной молекулой? Голова мономолекулярная, вон слово. Моно, переведите на русский язык, моно. Один. Мономолекулярная толщиной в одну молекулу. Мономолекулярная пленка. Как они ориентированы? Голова всегда куда? Плохо. 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 Ребят, ни в биологии, ни в физике, ни в химии никакого низа и верха нет никогда. К поверхности воды. К поверхности воды. К воде. К воде. Куда? Что там? Воздух. Воздух. Не в голову. Голова к воде, кто скажет в голову. Хорошо. Получили. Получить пленочку толщиной в одну молекулу из других веществ очень трудно. Крайне трудно. Это надо совершенно особая нанотехнология применять, чтобы раскатать и быть уверенным, что не в одном месте даже два слоя молекулы не встали. А с фосфолипидами совершенно автоматически происходят. Сами строят такие проблемы. Еще интереснее. Представим себе такую штуку. Я взял глубоколодный аппарат, ну, который там бутыршкаф, да, нырнул в океан на глубину километра. И на глубине километра взял шприц, набрал в него немножко фосфолипидов, проткнул борт бутыршкафа и выдавил в океан каплю фосфолипидов на глубине один километр. Плотность этого вещества ниже, чем плотность воды, ясно, что каплю начало всплывать. Но как вы думаете, с километровой глубины, сколько времени она будет всплывать? Почти в ящик. Не, ну, долго, понятно, что долго. А все это время вокруг молекул фосфолипидов воздух есть или нет? Нет, в кругом океана. Ясно, воздух нигде нет. Вопрос, какое положение займут молекулы фосфолипидов, если нет границы раздела? Нарисуйте. Ну, как грубо, как шар, да. Дело в том, что есть два варианта устойчивого положения, когда они перестанут вертеться. Самое выгодное устойчивое положение, они могут образовать такую структуру, где их вода бить перестает. Предложить какие структуры? Да. Первая модель. Называться такого образования будет глобула. Гло-бу-ла. Как называется модель земного шара, который стоит в каждом кабинете? Глобус. Переведите слово глобус на русский язык. Шар. А в латинском языке есть уменьшительный суффикс. Увля. Или глобула. Гло-бу-ла. Шарик? Шарик. Именно так. Господь. Видно голубу. Как устроено? Очень хорошо. На поверхности что выставлено? Голуба. Голуба, а те все хвосты? Внутри это ваше. Конечно, в глубине. Сказку про колобок. Помните? Да. Ага. Вот этого колобка, корка, из чего? Из колобок. Из колобок. Из глицерина. Да, да, ну из колобок. Так? А все остальное – хвосты. Вот в таком положении взаимодействуют. Вынуждены ли хвосты отпищиваться от воды? Нет. Нет, они там друг с другом и украшивают. Итак, это первый вариант. А ну подумаем, может кто-нибудь по второму варианту загадает? Первый вариант для живой системы не настолько важен. Ну бывает иногда, что хлебет на голову. А может ли это по-другому изображать? Может по-другому? Можно по-другому. Вот так они стоят. Ну дальше не лень. Давайте я просто замокаю. Хорошо. А здесь молекулы хвосты влепить. Подожди. Ваку? Вода. Откуда? Во-первых, если 10 вода, то все эти хвосты подали бы туда. И у вас тут же разормолок сейчас. Вакуум? Вакуум? Классно. Ну вот не один километр в мировом океане, где вы вакуум возьмете? Может по-другому? Там те же хвосты или другие хвосты. А другие хвосты влепить сюда не будут засунуть. Голубы будут отталкиваться от хвостов. Смотрите, что произойдет. Как это ни странно, но в качестве рабочего объяснения того, что произойдет, предположение о том, что первоначально здесь возник вакуум, фантастическое предположение. Может нам помочь? Смотрим. На глубине один километр внешнее давление есть. Потому что мы еще можем... Дарят или нет? Да. Да, да. Итак, в общем, давится солидно. Внешнее давление 100 атмосферс, а здесь вакуум. Ну и что будет с этим шариком? Его продали. Ну, 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 что будет? Его продали. Его сдали с плющей. Согласны? Отлично. Взяли с плющей, да. Что мы получим из того шарика? Про него не было ничего. Алло. Я не об этом. Мы получили конструкцию, которая из каких слоев молекул состоит? Из большого. Думать всегда... А куда вы на этот маленький шарик? Еще раз. Из двух слоев. Взяли вот так с плющей, да. Получили блин, состоящий из двух слоев. У этого блина, ко внешней среде, кто будет развернуто? Волок. Волок. А хвосты где-то развернулись? Друг к другу развернулись. Это понятно? Да. А конструкция устойчивая или неустойчивая? Полноустойчивая. Хвосты не в одной точке, не взаимодействуют с водой. С водой только в области. А бок? Что? Сейчас нарисуем. Бок тоже перекрыт. Все перекрыто. Все. Хочет темно, но лучше мураган. Смотрим. Вот один слой. Вот другой слой. Ну, продолжаем. Сюда дальше. А вот кромочка этой капли. Вот она. Та же глобала. Да. Только от этой глобала дальше вошел двухслойный блин. Она, кстати, бесконечная. Можно, можно бесконечная длина делать. Вот это уже не просто важно, а супер важно. Дело в том, что такие двухслойные мембраны – это основа любой биологической мембраны. Внешние мембраны клетки. Мембраны, из которых построены любые органолитные клетки, любые детальки. Контакты между клетками. Они ровно вот из таких конструкций собраны. В толще воды. Косвалипиды образуют. Би-слой. Би-2. Би-слой. В котором головы развернуты к воде. А хвосты друг к другу. А помните, вы рисовали большого, который не делал в пространство? Да. А ты даже, может, только маленький приместить нельзя? Нет, не выйдет. Дело в том, что… Да, конечно. Не выгодно такое взаимодействие. Но иди сюда. Хвосты… Намного проще взять это дело все в плюще, так чтобы хвосты к хвостам, а было в наружу. Вот это очень страшно. Самая типовая ошибка. Чаще всего даже у народ, который там интересуется биологией, много знают часто, представляют себе, что клетка – это такая система, которая сидит в каком-то пакете типа полиэтиленового пакета, да? Что мембрана похожа на полиэтиленового пакета. Более всего, ребят. Меньше всего на свете похожа на полиэтиленового пакета, тем более на какую-то жесткую голову. Мембрана – это слой текущего вещества. Мембрана текут. Они текущие. Больше всего на свете похожа на мойный пузырь. Можно отлично отмоделировать свойства мембран хрета на мойных пузырях. Представьте себе, вы валяетесь, да? Взбили шапу, пену из большой пузыри. По понедленности, а не в школу. Что будет, если вы аккуратно подведете два пузыря друг к другу? Они садятся. Понятно, что стенки мойного пузыря, двух мойных пузырей, при соприкосновении начинают сливаться. Абсолютно так себя будут вести биомембраны. Если вы взяли два участка биомембраны, заставили соприкоснуться, в этом месте произойдет объединение, сливание. Точно так же вещество может перетекать из одной части биомембраны в другую. Давайте посмотрим, а такая же сила не дает молекулу подпредить и улететь без слоя. Ведь, а сейчас есть температурное движение, согласны? Молекулы не имеют права стоять на месте. Мы, допустим, вот эту молекулу выделяем. Может быть, за счет температурного движения высунуться вот так. Вот у меня температурное движение, я взял, она взяла вот так высунуться. Может это произойти? Может или нет? Конечно, может. Температурное движение хаотичное. В любую сторону непредсказуемым образом. Только давайте смотрим, что произойдет. Объясню. Молекула под так высунулась. В результате вот с этой стороны ее хвосты. Вода бьет или нет? Бьет. Бьет от отсюда. А там воды. В результате возникла пара сил. С этой стороны меня не бьют, а с этой стороны... Лишь при этом тянут. Да. Что произойдет? Что выпрямят? Выпрямят? Обратно. Я на одной высоте. Забьет обратно, как гвоздь в доску. Какая сила забьет? Взаимодействие с водой. Хорошо. Так что на самом деле налекулы удерживаются без слоя за счет взаимодействия с водой. А вот так вот видится, им что-нибудь мешает или не мешает? Нет. А вот так не мешает. То есть они вот так вот могут течь относительно друг друга. Забжно. А вот выскакивать из-за слоя не мог. Их вода в ракурска нет. Кстати, армейный пузырец. Молекулы у него устроены достаточно похоже на кускую пиццу. Только у каждой молекулы у него не два длинных хвоста гидрофобных, а один единственный. На самом деле, как это? Значит, голова гидрофильная, длинный артикал гидрофоба. Что из себя представляет пленочка мойного пузыря? Она устроена не так, как у сферепидная. Как у сферепидного пузыря. Устроена она была как? Она устроена как? Мы эти пузыри запускаете на воздухе или под водой? На воздухе. А под водой у вас удастся запустить мыльный пузырь, где ничего не выйдет? Вы пленка не образовываете под водой. А на воздухе? На воздухе вот как оказывается. Хвосты у мыла гидрофобные. Это значит, что мы бы что-то водили в воздухе. Гидрофобные. В воздухе. В воздухе. Ага. Вот кусок пленки мыльного пузыря. Тоже два слоя налетку. Только в отличие от того, сферепидного пузыря. Нежно этими слоями вот здесь что? Вода. Вот здесь вода. Голова это развернутая к воде. То, что мыльные пузыри переливают все разные цвета. Это знаете? Ну, радужные пруги, пятна там, струи. А откуда берутся? Дело в том, что вот эта вода внутри, между двумя слоями мыла, перетекает. А пленка воды разная толщина, которая при этом возникает, по-разному преломляет цвет. Возникает нормальный эффект рамки. Рамка же пойманная между двумя слоями молекул. Вот здесь. Так что стеночка мыльного пузыря в чем-то похожа на биомембрану, но в чем-то отличается. И, в общем, в биомембрану никакого такого полного слоя нет. Хорошо. Теперь попробуем исследовать свойства биомембраны. Во-первых, биомембраны снаружи покрыты абсолютно все клетки. Внешняя биомембрана. А что такое клемчная стенка? Вот представляете, Василия Средневекового рыцаря. Представляете, да? Как ответить на вопрос, чем покрыто тело Средневекового рыцаря? Лучше тяжелый латвый. Латвый, да? Кожей. Кожей покрытый. А латы одеты снаружи на тело. Это понятно? Я помню эту шутку. Это никакая не шутка. Это совершенно рабочий пример. В результате, чем снаружи покрыта любая клетка? Сущительный слабый. Кожей. Кожей. Что является кожей при любой цепи? Кожей. Еще раз. Да. Биомембрана, конечно. Клосфоликвидный бесслог. А клетчатная стенка? А клетчатная стенка может быть одета снаружи на клетку. Вот так же, как, я не знаю, вот на вас сейчас снаружи одеты футболки, шорты и так далее. Это же не части вашего тела. Это то, что вы на тело накидали. Вот ровно так же. Биомембрана, это внешняя граница клетки. А дальше, а дальше, то внешняя цепь, так все, улица. Поэтому, можно ли попасть внутрь клетки, не пройдя сквозь биомембрану? Когда обходным путем пролезть внутрь клетки? Нет, никаких дорог нет. Тогда важнейший вопрос. Какие же вещества босфоликвидной основы белой мембраны пропустят свободно, а какие не будут пропускать? Модель наша следующая. Я играл такой партнер и поставил на этой парте вплотную друг с другом банки сквозь. Вот прям вплотную. Причем настолько много, что следующую банку поставить некуда. Все, весь полгода. Вопрос. Если я после этого взял ведро песка и вот так вот сыплю слева. Песок на парту попадет? Да. А как же он попадет? Ведь вся парта занята банками, поставленными вплотную. Потому что у них состоит из кругов. Форма у них такая. Что обрежался друг к другу по всей поверхности, они просто не могут. Это понятно? Похоже на квадрат. Это понятно. А теперь. Я взял над этим слоем баллов пачку тетради или вот таких учебников. Вот так поднял и бросил. Хоть один учебник окажется на парту или нет. А почему песок оказался, а учебник не заходил. Не пролез в учебнике. Это ясно? Форма молекул фосфолюбидов такая, что прижаться по всей длине друг к другу, а не по всему. Поэтому сквозь этот бисло молекулы каких веществ могут проходить? Воды. Мелкие молекулы. Мелкие молекулы. Мелкие молекулы. И вторая вещь очень важная. Вот внутренняя часть бислоя. Здесь у нас гидрофильные или гидрофобные вещи. Гидрофобные. 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 Пройдет ли она совершенно нормально по этому каналу или будет, скорее всего, выброшена обратно? Выдушная. Смотрите, почему. У вас двухслойная система, конструкция двухслойная и двух слоев. Слои текут относительно друг к другу. Слои текут. Хорошо. Частиф сюда прилетел. Допустим, ей повезло. Падает она точно вертикально прямо в направлении вот этого колодца. С какой вероятностью в это время вот этим колодцем, вот этот колодец? Слои текут. Скорее всего, она здесь, на дне. Во что врежется? В основании хвоста. В основании хвоста второго слоя. Ударилось. Удержать ее здесь нет. И вырецила текут. Поэтому правила следующая. Кост-клипидные кислоты. Свободно пропускают. Свободно пропускают гидрофобные вещества. Те молекулы, у которых нет заряда. Свободно пропускают гидрофобные вещества. И молекулы, и молекулы, и молекулы, с небольшим зарядом. То есть, если заряд меньше единички, у такой частицы есть шанс. А вот гидрофобные вещества и ионы пропускают или не пропускают? Не, не пропускают. А воду пропускают? А у воды заряд равен единице, больше единице или меньше дельта заряда? Думайте. У воды дельта заряда равна единице, больше единице или меньше единице. Откуда взялась дельта заряда у воды? Смещение электронной полности. Помните? Ага. Так у нас что, вокруг водорода вообще исчезает электрон? Нет. Нет, он там реже, но бывает. А это значит, достигнет ли дельта заряда единица. Единица, если вообще убрали электрон. Дельта заряда у воды равна единице, больше единице или меньше? Чуть-чуть меньше единице. Не чуть-чуть, а дорого меньше. Это маленький заряд. Если сравнивать с целым зарядом электрона или протона, это небольшой заряд. Поэтому молекула воды крупная молекула или мелкая? Конечно мелкая. Ну, по сравнению с глюкозой, помните? Или с фосфорной кислотой. Конечно мелкая молекула. Заряд на ней сильно не слабый? Слабый. Поэтому вода вот здесь пролезет? Да. Пролезет. Фосфолипидный бислоид воду пропускает свободно. Вода просто не замечает мембрана. Теперь вопрос. Имеем молекулу воды, где-то она. Имеем йон водород. А понятно, что йон водород это один единственный протончик. Как положено? Кто больше, кто меньше. Помните соотношение между размером ядра и величиной электронного волка? Если сам атом водорода это футбольный стадион, то какого размера ядра? Вишенка. Вишенка в центре поля. Вот она, вишенка в центре поля для атома водорода. Кто больше, йон водорода или молекулы воды? Молекулы воды в миллиарды раз больше. Подоги с них мне, в чем дело. Молекулы воды вот так пролезут, а йон водорода в молекулы частицы. По отношению к молекулы воды вообще пылинка. А йон водород на эмбрану выпукнуть не будет. Не пролезть. Как она вообще на него реагирует, по сути, на единичное ядро? Она и в образе, потому что у него зарядка есть, а у нее зарядка. Ребят, все проще. Йон водорода в воде. В воде? В воде. Что тут же произойдет? К нему он прилипнет. К нему притянутся в обмоте поля. Какими концерами? Минусами. Минусами. Он не один плавает. Он плавает вот такой компания. Который уже превышает вод. Ага. Понятно, что отодрать эту молекулу от него нельзя. Они люди просто статистически потянулись. Поэтому, мы, конечно, говорим, что это йон водорода, да? Но реальный размер этой компании больше или меньше, чем одна молекула воды. Больше. Намного больше. Это они и целая группа. Поэтому по одни ночи молекулы воды проскакивают. А каждый йон обязательно окружен вот этими сателлитами. В химии это называется гидротированный йон. Присоединяем в обмоте. Гидротированный йон, конечно, не пролезет, а не здорово. Идея понятна? Да. Хорошо. Ну и последний малюсенький вопрос. Скажите, а под действием каких сил вообще, какие-то мечтва начнут проходить сквозь мембрану? Что это их заставит проходить куда-то там сквозь мембрану? То есть внутрь клетки, наоборот, сквозь клетки, наоборот. Конечно, текусья. Конечно, текусья. Сквозь космолепидную основу вещества могут идти только за счет гидротирования. То есть из того места, где этих веществ больше, в то место, где их меньше. В обратную сторону их вот так вот загнать никаким мысленным методом нельзя. Такой транспорт будет называться пассивный транспорт веществ. Транспорт это проведение веществ либо в клетку, либо из клетки. Пассивный транспорт. Идет за счет диффузии сквозь биомембрану. Сквозь биомембрану. Всегда в эту сторону. Меньше концентрация данного вещества. А тратит ли клетку энергию на эти транспортные процессы или нет? Пассивный транспорт идет за счет диффузии сквозь биомембрану. Сквозь биомембрану. Всегда в направлении меньшей концентрации данного вещества. Без затрат энергии клетки. Просто за счет теплового движения молекулы. Как и всякое другое. Клетка сама для этого ничего не делает. Бока. Как вы видите, мы уже с вами добрались до первых особенностей. Уже не химических веществ, а первых особенностей клеток. Основу строения живых организмов.